Предлагаем вашему вниманию громкое чтение книги Хазель Нут «Хочу быть храбрым». В одном лесу, на старом раскидистом дубе, проживало шумное беличье семейство. Любопытные белки с утра до вечера на перегонки носились по деревьям, прыгали с ветки на ветку, искали желуди и орешки. Только один бельчонок с другими белками не играл. Звали его Хрустик. Был он самым младшим в семье, самым маленьким, и последним решился вылезти из родного дупла. Прыгать по деревьям он боялся, и поэтому весь день сидел смирно, не резвился и не скакал. Братья и сестры над ним смеялись. — Поглядите, какой неженка наш Хрустик! Долго ты собираешься прятаться за маминым хвостом, маменькин сынок? Однажды Хрустик увидел, как под деревом резвятся крольчата с крольчихой. Скачут себе по травке и горя не знают. Спустился Хрустик к ним поближе. — Кролики, возьмите меня к себе жить. Меня белки обижают за то, что я по деревьям прыгать не люблю. Посмотрели кролики на бельчонка и согласились. Стали они скакать по травке и веселиться вместе. И вдруг, откуда ни возьмись, выбежал на полянку огромный страшный пес. Заверещали кролики и скорее бросились в нору, и Хрустик с ними. А собака зубами клацает, рычит, лапами землю роет. Но сколько ни злилась, не смогла верят из норы вытащить и ушла. Бедный Хрустик такого страху натерпелся, что передумал кроликом быть. — Знаете что? — сказал он. — Пожалуй, я не буду с вами жить, потому что у вас очень страшно. Вылез Хрустик из кроличьей норки и побрел к речке воды напиться. Подошел к речке, а там утка учит плавать своих утят. Вода в речке прохладная. Утята дружно лапками перебирают и ныряют ловко, и плывут быстро. Захотелось Хрустику утенком стать. — Утки, вы так весело живете, и никакие собаки вам в речке не страшны. А возьмите меня к себе жить. — Ну что ж, живи, если хочешь, — согласилась мама утка. Обрадовался Хрустик и сразу в воду полез. Только плавать он не умел. Шерстка у него намокла, и пошел бельчонок ко дну. Хорошо, что утка его за хвост на берег вытащила. Откашлялся Хрустик, отряхнулся и сказал. — Нет ж, спасибо. В речке плавать мне не понравилось. Я передумал уткой становиться. Пошел Хрустик дальше. Шел, шел и увидел. Высоко на дереве дрозд учил своих птенцов летать. Вот птенец подошел к краю гнезда, расправил крылышки и полетел. — Ух ты, — подумал Хрустик, — это совсем не то, что в речке плавать. Летать-то я быстро научусь. Тут главное правильно лапки держать. Скарабкался Хрустик на дерево к дроздам и сказал. — Дрозды, вы так красиво летать умеете. Я тоже хочу научиться. Возьмите меня к себе жить. Посмотрела на него мама дроздиха и ответила. — Ладно, иди сюда, я и тебя научу. Подошел Хрустик к краю гнезда, лапки расставил. А дроздиха истолкнула его с ветки, как других птенцов. Только белки-то летать не умеют. Упал Хрустик на мягкую траву, отдышался и сказал дроздихе. — Спасибо вам большое. Только, знаете, я передумал летать учиться. Мне падать не понравилось. Идет бельчонок дальше по лесу. Видит молодой олень резвиться. Через овражки и пригорки легко перепрыгивает на своих тонких ножках. — Вот это да! — подумал Хрустик. — Такому ястреб не страшен. Рожки у него крепкие, копытцы сильные, прыгает высоко, скачет далеко. А шерстка почти такого же цвета, как у меня. Может, мне оленем стать? Подошел Хрустик к оленю и вежливо сказал. — Послушайте, любезный, вы не могли бы помочь мне стать оленем? Удивился олень. — Зачем тебе оленем становиться? Ты маленький, лапки у тебя коротенькие. От зверя или охотника тебе будет трудно убежать. Лучше оставайся белкой. Вздохнул Хрустик. — Братья надо мной смеются, потому что я не умею по деревьям прыгать, как все белки. Вот я и решил, что стану кем-нибудь другим. А вот получилось ли у бельчонка-хрустика стать храбрым, вы узнаете, прочитав книгу «Хазельнут. Хочу быть храбрым». Белки являются главными героями и других книг, которые вы также можете взять в нашей библиотеке. ПЕС МОТОРТИКА Продолжение следует...